Какое безмятежное синее море, вернее, Атлантический океан, омывающие Канарские острова и один из семи островов Тенерифе, где есть такое место, называется Коста-дель-Селенсио, берег тишины. И где я нахожусь сейчас, созерцаю это бесконечное голубое пространство, эту безмятежность. И люди здесь тоже безмятежно отдыхают, наслаждаются погодой, природой, тёплыми водами Атлантического океана с его тёплым канарским течением, согревающей воду и зимой, и летом. Так что вода в океане теплее, чем в бассейне. Между Коста-дель-Селенсио и другим районом Сан-Мигел находится Жёлтая гора. Монтанья-Амария. Это уникальный природный памятник. Гора возникла в результате подводного извержения. И одна из туристических троп проходит по этой горе. И если подняться на неё повыше, то там можно разглядеть несколько кратеров. Во время отлива подножье горы оголяется. И туристы могут краешком пройти вдоль этой горы сначала до Белой Дёны, которая имеет очень интересные формы. И затем до Тихого залива, где нудисты устроили пляж. А в результате взаимодействия бурлящей магмы и морской воды возникли причудливые формы берегов этого прекрасного места. А сама гора очень похожа на слоёный торт Медовик. Образовались такие красивые слои от золотистого до тёмной охры. Пляж Монтания Амария состоит из гальки. Поэтому рекомендуется носить тапочки или пользоваться лестницей, ведущей прямо к морю. Но лучше специальные тапочки для того, чтобы уберечь ноги от морских ежей. Для загара и комфорта установлено несколько цементных площадок с лестницами. Также для загара люди пользуются естественными террасами. Их там достаточно много. А вода в этом месте очень прозрачная. Просто хрустальная, бирюзовая. Многие приезжают сюда, чтобы заняться дайвингом. Здесь есть клуб дайвингистов. И он очень популярен. Люди спускаются на минимум 25 метров. Говорят, что там изумительной красоты подводные дюны, где прячутся разноцветные рыбки и даже морские чудища. А если вы захотите заняться сноркелингом, то вам нужно будет пройти до нудистского заливчика. И здесь, на белой дюне, вы увидите солнечные часы, по которым вы будете ориентироваться, чтобы успеть до прилива вернуться. А если вы захотите все-таки подняться на эту желтую гору, то вас удивит вкус ландшафтного дизайнера. Потому что вы найдете такие композиции из растений и очень скромных цветов, что вы не сможете равнодушно пройти, не сфотографировав их. А если вы задержитесь на этой горе до вечера, то она обязательно вас удивит чудом. И это настоящее чудо природы. Желтые, ахристые, коричневые и красноватые цвета контрастируют с бирюзовыми и зеленовато-голубыми, кристально чистыми водами, которые его окружают. А сама гора начинает гореть, как пламя, как солнечное пламя. Итак, сегодня я вам раскрыла еще один секретик Тенарифи. Субтитры сделал DimaTorzok